Вязание секционки меня захватило на вязании фонарика Когда вязали фонарик, видите, вот секционка, фонарик за счет того, что у нас вот эти вот совершенно чудные фонарики по рукавам И секрет этого джемпера в том, что мы вяжем от середины От середины связали в одну сторону, ищем эту же секцию, хитрая перемотка, и мы вяжем в другую сторону В результате у нас абсолютная симметрия Плюс в том, что это красиво и интересно Процесс прям захватывающий, такой квест небольшой связать этот джемпер Но минус в том, что расход пряжи и как вязание не для слабонервных Потому что, а у меня другая секционка, а у меня еще что-то другое И получается, что вместо удовольствия кто-то может испытать расстройство Другая секционка, другой вид, значит что-то не так Поэтому мы решили секционку сделать в домашних условиях Но не путем покраски пряжи, как можно было подумать Будем миксовать пряжу и превращать ее в секционку Если у вас машина электронная или перфокарточная, вообще без проблем свяжете Если у вас машина ручная, она не вяжет электронные узоры Вы можете вязать их руками, можете делать без узоров Вообще никакой разницы, все будет тоже очень отлично Поэтому стала я делать образцы, разные варианты смотреть И использовать разные цвета пряжи Этот мне показался слишком ядерным Откинули сразу, хотя так ярко, вроде позитивно Но остановились на спокойных тонах Вот пряжу я вам показывала в прошлый раз И вот что из нее получилось Это еще такой сырый образец, необработанный, не обкатанный Это просто смотрели принцип вязания В общем-то все устроило, переход отличный Все очень нежно, спокойно, поэтому решили вязать И тут самое главное, хочу обратиться к начинающим и не самым опытным вязальщицам Тот, кто думает, что сели и начали вязать, связали и все прям вот по щелчку Это большая ошибка Это небольшое такое лукавство, если он так говорит Не обкатанная, не отработанная модель требует обкатки и отработки И иногда путем достаточно больших перевязок Потому что вы делаете, вы не понимаете, какой будет результат Вот я связала целую деталь и она не понравилась То есть вот это выбракованная деталь, которая идет под распускание Просто вам показываю, не понравилось Не понравилось, как выглядят вот эти бока Что самое интересное, я не попала в размер Потому что, несмотря на то, что образец был достаточно большой 70 на 70, он оказался мал Не экономьте на образцах Вяжите образец большой Особенно, если у вас какая-то нестандартная ситуация Вот у меня нестандартная отделка, нестандартный узор, нестандартное полотно И для него требовался образец гораздо больше, чем 70 на 70 Поэтому вот по этой полочке уже готовой я сделала новую петельную пробу И следующие детали, конечно, получились гораздо более приближенные к тому, что я от них хотела Ушли от вот этих резких полос Убрали черные эти вставки по краям И получается гораздо-гораздо более эффектно и нежно Потому что черное, оно грубит Поэтому в следующий раз я покажу вам некоторые приемы вязания И просто хочу сказать, что джемпер этот, который я собираюсь вам презентовать Без программы вяжется Без каких-то сложных расчетов Для самых-самых начинающих или тех, кто только делает первые шаги в расчетах Самый большой секрет, который будет в этом джемпере Это мой личный, персональный, отработанный годами метод расчета Который настолько прост, нагляден и интересен, необычен Что не идет ни в какое сравнение с какими табличками, одностраничниками и прочими И при этом мы не пользуемся программой Поэтому, если хотите узнать методы расчета, ждите дальше Буду показывать, что получается Возможно, вы захотите связать себе такой джемпер В следующий раз покажу парочку приемов вязания Продолжение следует...